Всем привет, Blender 2.91 и хотелось бы разобраться вот в каком вопросе. Это Motion Tracking, отслеживание движения. Давайте смотреть, что тут да как. Много информации посмотрел, но то, что понял, сейчас постараюсь применить и посмотрим, если что-то не так, вы меня уже, может быть, кто-то подкорректирует. Итак, добавляем сначала в сцену какой-нибудь объект, ну пусть будет куб, я пытался добавить именно анимацию уже, но получилось, что у меня именно персонаж больше, и я как-то не смог подстроить камеру, ну не получилось многое. Давайте на кубу посмотрим, а потом, может быть, я еще ролик сниму, где будет персонаж уже с анимацией. Итак, вот она камера, 0 на нампаде, подгоняем камеру G, выставляем вот таким вот образом. Можно по-другому, конечно, ну пусть пока будет так. Теперь заходим вот в эту функцию, ну крестик, вот он, и найдем VFX Motion Tracking. Открывается вот такая вот окошко, open, добавляем видео, снятое с телефона, MP4, 3GP у меня не приняло. Так, вот стол и сетка прям в тему, ну прям как вот, надо это дело разбирать, короче. Теперь, что нужно сделать, добавляем трекеры. Трекер добавляется, control, левая кнопка мыши, вот он, мы его добавили, S английского прибавляется, G он переносится, ну допустим, вот сюда я хочу его поставить, вот здесь будет его точка, здесь должен быть куб. Или, допустим, вот здесь, вот так. И теперь, что получается, нужно нажать Alt S и открывается вот это поле, в котором будет искать вот этот трекер, камера, ну как расширенная типа. И теперь нужно выбрать именно кадры, я поставлю 40 кадров, ну чтобы не затягивать это дело, а чисто понять, как это все происходит. Так, и вот они, 40 кадров, ставим на первый кадр. Если сейчас мы будем его прокручивать, вы увидите, что трекер, он ходит сам по себе. Нужно, чтобы он прикрепился к этой точке. Наводим курсор на экран, ну типа на ролик, и жмем Alt, правая кнопка Alt и правая стрелка, где нам пад. И вот пошла пропись. Все это дело прописалось. Теперь, если мы включим, вы видите, что трекер находится на месте, он привязан. Можно его, конечно, как объясняют, зафиксировать или как закрыть. Это клавиша L английская, ну типа заблокировать. Но я пока этого делать не буду. Теперь нужно добавить еще 7 трекеров. Так, это значит, через Ctrl добавляем где-то, допустим, вот сюда трекер. Сюда, 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 сюда. Ну и где-то пусть, ну тут один будет. Это вот получается 8 трекеров. Теперь нужно, вот они уже, видите, что с этим полем. Не знаю, стоит их прибавлять, но давайте я их тоже прибавлю. Вот так, через S. Ну где-то хаотично. Вот таким вот образом. И нужно все теперь эти трекеры выбрать через Shift, вот эти добавленные. И прописать их точно так же через Alt и стрелку вправо. Все это дело прописывается. Смотрим, как оно теперь. Вы видите, что они зафиксированы. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмой выкаблучивается. Давайте его перепишем. Так, G, так, Ctrl Z. Выберем только этот трекер. Поставим где-то его вот сюда. И попробуем перепрописать. Это Alt, правая стрелочка. Вот так. Стрелка вправо. О, все. Он теперь на месте стоит. Он близко стоял к краю. Теперь что нужно сделать. Поставить Motion По дефолту стоит локация. Надо перспективу поставить. Нормализацию включить. Так, что тут еще? Ну, в принципе, здесь все. Ну, да, здесь все. Теперь нужно камеру вот эту всю прописать. Каким образом? Ставим Keyframe. Вот этот нажимаем. Здесь ставим Focal Length K1, K2. Ну, и в принципе, все пока. Жмем Sof Camera Motion. Так, вроде прописалось. Смотрим, да. Вот если Setup Tracking сцен появился, значит, все нормально. Вот мы его теперь нажимаем. Вот появляется в сцене у нас куб. Вот он. Теперь нужно выбрать три каких-то трекера. Вот этот, допустим, вот этот и вот этот. И назначить ему Full. Это Пол. Вот так. Теперь нужно выбрать два трекера. Так, ну, допустим, вот этот опять. Так, снимаем выделение. Вот этот трекер. Назначаем ему так, так, вот этот и вот этот. Вот эти два. И назначаем SetSkyl. Можно здесь две тысячи поставить, полторы. Это вот в разных роликах по-разному. Так, это мы поставили. Теперь нужно выбрать еще два трекера. Вот этот, допустим, вот этот. Так, сначала вот этот выбираем. Назначаем ему так, вот этому центральному поставим SetOrigin. Вот этому теперь поставим SetX по X. А этому поставим Set по Y. Вот что-то в таком духе получается. Так. что-то с камерой. Так, так, так. Focal. SetSkyl. Ну, вроде все. Так, вот почему-то растянулся куб. Давайте посмотрим. в принципе все правильно. Так, вот этот Origin. Зайдем, теперь найдем General и найдем Layout. Смотрим 0 на нампаде. Вот так вот куб установился. это шиздец. Нужно его G подогнать. Вот таким вот образом. И вы видите, что он на месте стоит. Все прикольно. Вот так вот можно добавлять анимацию. Так, вот то, что сейчас с кубом произошло, я постараюсь потом тоже рассмотреть. Ну, в принципе, куб стоит вот к нему приближаться можно. Так, что можно с ним еще сделать? Так, вот появилось вот это вот поле, которое я не добавлял. и можно попробовать так, это получается вот ground. И попробуем этот ground в сцену вкинуть. И background тоже. и удалить вот это поле попробуем. вот так, теперь R транспозом попробуем покрутить вот так как-то и немножко вот как бы под наклоном. Ну, и смотрим. Ну, вот он куб стал. Вот теперь можно вставлять сюда именно анимацию. вот такой процесс проходит. теперь вставлять анимацию и будет все классно на столе стоять и прыгать какой-нибудь персонаж. Так, давайте на паузу и попробуем материал какой-нибудь подсобачить. Синий. О! Или давайте вот такой в цвет стола вот такая штука и потемнее чуть-чуть. О! Также вот когда в ролике я показывал как сделать телевизор именно чтоб показывал, да? Вот можно его сюда поставить и снять какой-нибудь допустим стол там комнату и в этой комнате его установить. Показывать будет он или не будет, это уже надо пробовать тоже, ну как идея имеет право на существование. Вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания. тихо, да, да, Продолжение следует...